Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился. Всем-всем здравствуйте. А у меня запотели, запотели окна. Я хотела вам показать, что у меня вот здесь находится на подоконнике. Давайте увеличим. И уже проклюнулись семена льна. Дорогие мои, они буквально за сутки-двое уже у вас проклюнутся и прорастут. И этого достаточно. Достаточно того, чтобы у семян льна появились хвостики для того, чтобы употреблять. И вот так вот близко я вам покажу. Смотрите, семена льна образуют вот такую желеобразную массу, что очень полезно. Но это для тех, кто спешил, теперь можете бежать. А для тех, кто хочет получить более глубокие знания, тот остается. И вот, что я вам сейчас расскажу. Как вообще семена льна влияют на похудение? Они обладают прекрасным слабительным эффектом. Прекрасным это значит не сильным, чтобы вот бежать сразу и все, а легким и правильным. Вот эта слизь, она обволакивает кишечник. Она обволакивает поджелудочную, она обволакивает желудок. Тем самым для язвы очень неприятно, а для организма, организм вам скажет спасибо. Потому что это является еще и заживляющий эффект. Вот именно вот эта вот обволакивающая слизь, семян льна. Обязательно кушайте. Итак, вот эти семена льна обволакивают желудок, обволакивают кишечник и мягко выводят шлаки и токсины. Не дают всасываться лишним жирам. Вот с этой вот скользкой слизью у вас жиры не всасываются, а уходят вместе с ней вниз. Вот таким вот способом действует вот это блюдо, скажем так. Улучшает обменные процессы в организме. И, конечно же, способствует похудению. А вот содержащиеся аминокислоты, здесь уникальные аминокислоты омега-3. Они помогают ускорить распад и выведение уже накопившегося жира с организма. И сжечь больше калорий при физических нагрузках. Поэтому нужно все делать в комплексе. Большое содержание растительных волокон, где-то там на 100 грамм, 18, 18 грамм волокон. Это помогает значительно снизить чувство голода. Можно отдельно питаться? Вот тарелочка. Да, конечно, можно. Да, конечно. Вот это у меня полторы столовые ложки семян. Посмотрите, сколько слизи. Вы скажете, а на сколько воды? Я примерно. Я чуть-чуть покрываю полностью семена. Покрываю, и они потом разбухают и становятся больше. Могу полторы столовые ложки, две столовые ложки на полстакана теплой водички. Но не горячей, а слегка-слегка теплой. Чуть выше, чем комнатная температура. И они любят такую водичку. Они очень быстро начинают проклевываться, прорастать. Попадая в желудок, они набухают еще больше. И быстро заполняют желудочное пространство. Вот. Вот это заполняет все желудочное пространство. И такое, знаете, вызывает ложное чувство сытости. То, что нам и надо. Получили полезность, получили сытость и слабительный эффект. Что еще я делаю? Я добавляю сюда иногда белый и черный кунжут. То есть, также с вечера вместе с семенами заливаю комнатной или чуть выше комнатной температуры водичкой. Все, моя еда закончена. Хватает чуть-чуть щепотку белого кунжутного семени, черного кунжутного семени. Замечательно. И принимаю семена льна для уменьшения аппетита. А вот как нужно применять? И когда? За 30 минут до еды. Начинайте прием семян с 3 граммов. Доводите до 30 граммов за один прием. И рекомендуемая доза 90 грамм в день. Разделите на 3 приема. Но смотрите, девчонки, мальчишки, исключить полностью нужно из рациона жареное, картофель, мучное и сладкое. Вот это полностью исключить. Обязательно запишите следующий рецепт салатика. Теперь салатик у вас, раз вы решили худеть семенами льна, будет такой. Это зимний салат. Потому что всем известно, что зимой сохраняются хорошо яблочки. Яблоко, возьмите одну штучку. Если есть у вас зимние груши, берите грушу. Льны и семена, вот так вот, 2 чайные ложки берите. Добавляйте в этот салатик. Корицу, щепотку. Несколько капель лимонного сока. И можно на кончике чайной ложки, вот так вот, добавить мёда. Всё это перемешайте и употребляйте. Вот и всё. Завтрак. Завтрак очень простой. Опять-таки, вы с вечера залили семена льна. Всё, они у вас уже проклюнулись. А если им сутки, вообще замечательно. Дальше. Берёте 1 стакан кефира. Берёте 2 чайные ложки на стакан кефира. Вот этих, уже проклюнувшихся. Со слизью, вот с этой семена льна. Перемешивайте. Можете добавить щепотку, ну чуть-чуть, имбиря и корицы. Всё. Ваш коктейль для похудения, а вернее, еда полноценная, ваш завтрак, готов. Вот такой вот рецепт. Есть даже особая схема. Можно просто кефир брать. Ну, я козий кефир пью. Меня спрашивают, где же достать козий кефир? Так часто задают этот вопрос. Девочки, я не знаю, где в вашем регионе достать козий кефир. Я знаю, где я могу достать, где бы я ни была. Если я нахожусь в Киеве, я знаю, где я достаю козий кефир. Если, да, он дороже, чем у нас. Не козий кефир, а молоко козье. А потом я делаю сама. И козий кефир, и сыр, и творог я делаю сама. Я ни в коем случае не покупаю в магазинах. Магазин – это не то место, где вы можете найти настоящий продукт. Итак, берем одну неделю, и вот завтрак у нас с двумя чайными ложками семени льна в кефирчик кладем на стакан. Вторая неделя – такой же завтрак, но уже три чайные ложки семени льна. И третья неделя – уже в стакан кефира добавляют четыре чайные ложки семени льна. Постепенное увеличение количества семени в таком напитке предотвращает стресс для внутренних органов пищеварения и не допустит резкого похудения. Постепенное будет похудение. Но прежде чем что-то употреблять или кого-то слушать, вы всегда посоветуйтесь со своим профессионалом, доктором, диетологом. Только посмотрите сначала, как выглядит ваш доктор-диетолог. Потому что у доктора-диетолога обязательно должна быть чистая кожа лица, тогда он правильно питается и можно. И, конечно же, этот доктор должен находиться в правильном весе. Тогда все в порядке. Итак, после такого завтрака мы не кушаем. Вот это наш завтрак. Позавтракали – все. Дальше – обед. Сначала нужно покушать тот салатик, который я вам сказала. С яблочком и с грушей. Можете еще какое-то киви туда накрошить. Делаем легкий суп, только без картофеля. Без картофеля. Если вы хотите, можете грудинку отварить. Куриную на курином супчике. Туда добавить морковку. Что вы обычно добавляете? Я добавляю топинамбур, дайкон. И в такой супчик, я люблю потереть на терочке тыквочку и цветную капусту. В такой супчик я добавляю семена льна. Только уже когда остынет слегка суп. Суп остыл. И в теплый суп я добавляю 2-3 столовые ложки или же 2 столовые ложки семян льна. Все. Это мой суп с семенами льна. Очень хорошо все выводит. И дальше ужин. Ужин у меня, как правило, это может быть либо йогурт. Как я делаю йогурт? Опять-таки беру кефир. У меня есть очень много видео. Добавляю туда чайную ложку или сколько-то там у вас по вкусу. Можно пол чайной ложки. Меда. Добавляю туда много-много ягод. Обычно это красные и черные ягоды для крови. Перемалываю все. Могу добавлять сок имбиротерапии моей. И добавляю в эту же смесь тоже живые проросшие семена льна. Могу еще добавить еще какие-нибудь проросшие семена. Например, сои. И перебобы. Сои и бобы. И перемалываю все это в блендере. Все. Мой ужин готов. На такой диете, на семенах льна, можно, во-первых, правильно обогатить свой организм и кальцием, и витаминами, и омега-3, потому что здесь большое количество омега-3, аминокислоты. Кроме того, потерять 5 килограмм за 1-1,5 недели. А я люблю вас. Будьте благословенны. Вы и ваши близкие. Пока-пока.